МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Офишнс на канале Брянская губерния. О наиболее заметных культурных событиях на завтра, в среду, 30 ноября, расскажу вам я, Оксана Измерова. Завтра на сцене Брянского театра драмы классика мировой литературы Ромео и Джульетта у Елема Шекспира, режиссер Олег Пермяков. Противостояние двух семей Монтеки и Капулетти обернется трагедией. Новое прочтение пьесы завтра на сцене театра в 15 часов. Областной театр для детей и юношества приглашает завтра на спектакль «Горе от ума». Бессмертная комедия в стихах Александра Грибоедова предстает в своем глубоком лирико-романтическом звучании. Режиссер-постановщик Сергей Пузырев, «Орел» акцентирует внимание на тонкостях взаимоотношений и любви главных героев. Начало спектакля в 12 часов. В театре «Кукол» завтра пройдет премьера сезона спектакль «Сказка о Попее и работнике его балде» по произведению Александра Сергеевича Пушкина, режиссер Павел Акинин. Сказка высмеивает скупость и погоню за дешевизной. Начало в 11 часов. В городском выставочном зале представлена выставка работ членов Творческого союза художников, посвященная десятилетию организации. 30 мастеров под руководством художника-монументалиста Сергея Клещикова представили разножанровые плоды деятельности и многообразие художественных направлений. Окунуться в мир современного искусства вы сможете завтра с 10 до 19 часов. Киноиндустрия завтра в нашем городе будет представлена разнообразными фильмами. Российская военная драма «28 панфиловцев». 1941 год. Немецким частям остается до Москвы 2 часа по шоссе. Однако у них на пути 316-я стрелковая дивизия. Воины, которые называют себя панфиловцами по имени командира. Фантазийные приключения, фантастические твари, где они обитают. Магозаулок занимается поиском волшебных существ. Ему придется остаться в Нью-Йорке, так как из чемодана убежала фантастическое животное. В ролях Эдди Редмэнд, Дэн Фоглер и другие. Фантастический боевик в формате 3D «Другой мир. Войны крови». Воительница-вампир Селена вступает в свой последний бой между оборотнями и кланом вампиров, который предал ее в главной роли Кейт Беттенсею. Фильм ужасов «Абатуар. Лабиринт страха». Некто собирает комнаты, в которых происходили убийства, и из них выстраивает бесконечный лабиринт. Триллер Павла Лунгина «Дама пик». Оперная дива возвращается из эмиграции и приступает к постановке пиковой дамы Чайковского. Чтобы получить роль Германа, молодой певец готов на все. В ролях Ксения Арпопорта, Иван Янковский и другие. Военная драма по соображениям совести. Реальная история рядового американской армии, которая по религиозным убеждениям отказывается брать в руки оружие, но выносит с поля боя 75 раненых. В главной роли Эндрю Гарфилд. Мультфильм формат 3D «Супергерои». Отважные друзья из парка аттракционов готовятся вступить в схватку с настоящим злодеем. Комедийный боевик «Шпионы по соседству». Супружеская пара из пригорода оказывается втянутой в международный шпионский заговор. В ролях Зак Гальфианаки, Сайла Фишер и другие. Фильм ужасов «Уиджи. Проклятие доски дьявола» пройдет в кинотеатрах «Райпарк» и «Синема Клаб». Мультфильм «Бременские разбойники». Смотрите в кинотеатрах «Райпарк» и «Синема Клаб». Триллер «Девушка в поезде» представлен в кинотеатрах «Люксор» и «Синема Клаб». Фантастический фильм формат 3D «Доктор Стрэндж» о невероятных способностях к трансформации во времени пройдет в кинотеатрах «Люксор» и «Синема Клаб». Российская комедия «Хороший мальчик» несколько дней из жизни рядового школьника Коли. Российскую криминальную мелодраму «Эластико» смотрите в кинотеатре «Люксор». Фантастическую драму «Прибытие» смотрите завтра в кинотеатрах «Люксор» и «Синема Клаб». 50-летний юбилей сегодня отмечает актер театра и кино народный артист России Евгений Миронов. О работе он говорит так. «Я могу участвовать в процессе создания спектакля только полноценно, вместе с режиссером. Если этого нет, либо я прекращаю сотрудничество, либо хитрю, но гну свою линию». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова